Как тут я формулировал? Не совсем так. Давайте я напишу вот так вот. Минимум потенциала в равновесии, а здесь у нас будут внешние условия. Ну и ситуация здесь следующая, что если у вас система теплоизолирована, то это означает, что у нее энтропия константа, ну и объем константа. В этом случае минимум достигает энергия внутренней системы, которая как функция зависит, ее равновесное значение зависит от величины энтропии и от объема. Но по всем остальным параметрам, которые не фиксированы и определяются только условием равновесия, энергия должна быть минимальна. Энергия должна быть минимальна. Значит, ну вот это случай, когда у вас система теплоизолирована. Если у вас система в термостате, тогда у нее фиксирована температура и объем. Тогда в равновесии минимум достигает другой термодинамический потенциал, а именно свободная энергия. F как функция температуры и объема. Дальше. Если у вас фиксирована температура и давление, то в этом случае минимум достигает потенциал гипса. g от tp. Как функция температуры и давления. Значит, от величины температуры и давления он зависит, но по всем остальным параметрам, которые возможны, которые меняются в течение прихода системы в равновесию, он должен быть минимальным. То есть вот это условие равновесия, которое мы вскоре будем использовать. Ну и, наконец, еще одна комбинация. Это S и P. Это энтальпия. Ну и, естественно, здесь у вас S должна быть константа. И P константа. Тогда у вас минимума в равновесии, когда система приходит в равновесие, при этом ее энтальпия при фиксированных S и P будет минимальна по отношению ко всем остальным параметрам. Так, ну вот, теперь мы до сих пор рассматривали системы, в которых число частиц было фиксировано. Сегодня мы перейдем к рассмотрению системы с переменным числом частиц. Системы с переменным числом частиц. Ну, типичными системами такими являются химические реакции. Потому что, когда у вас есть несколько компонентов химических соединений вместе, то тогда между ними протекают какие-то реакции химические, ну и устанавливается равновесие, и у вас там число этих самых компонентов или концентрации оказывается в равновесии, и они зависят от того, какие у вас внешние условия, температура и объем. Значит, в этом случае мы должны сюда добавить еще одну переменную. И у нас и как энергия, и все остальные будут зависеть от числа частиц данного сорта. Если частиц несколько сортов, то будет зависеть от всех остальных сортов частиц. Ну и точно так же свободная энергия зависит от, извините, температуры, объема и числа частиц. И потенциал гипса зависит от температуры, давления и числа частиц. Ну и точно так же энтальпия будет зависеть от S, P и N, числа частиц. Соответственно, все термодинамические равенства, связанные с изменением энергии, у вас добавляется сюда система TDS минус PDV плюс μDN. Ну и точно так же потенциал гипса, я энтальпию писать сейчас не буду, а про потенциал гипса мы сейчас еще поговорим. DG равняется минус S DT плюс VDP плюс μDN. Значит, вот посмотрите. Вот потенциалы термодинамические являются аддитивными функциями. Или, как принято говорить, это экстенсивные величины. То есть, если вы разобьете систему на две части, то энергия есть сумма энергий, каждая из частей. Ну и любой из этих потенциалов тоже является суммой энергии, соответствующих потенциалов под систему. Такими же величинами, такими же свойствами обладает, естественно, энтропия. То есть, энтропия в равновесии части системы, разбитой на две части, если они не находятся в равновесии, равна сумме энтропий под систему. Ну, очевидно, что объем и число частиц тоже такие же переменные. Вот, ну вот видно, что энергия, она зависит от всех экстенсивных переменных, от всех аддитивных величин. А свободная энергия зависит от двух аддитивных величин. А вот смотрите, вот потенциал гипса, он зависит только от одной переменной, которая аддитивна. То есть, G зависит только от N. Потому что T и P – это величины интенсивные, они в равновесии константы для всех подсистем. Как вы не разбиваете, во всех частях системы будет T и P одинаковы. Тогда вообще мы можем установить общий вид потенциала гипса некоторый. Значит, смотрите, если мы вернемся вот к этому равенству и будем считать, что у нас температура и давление фиксированы, то тогда у нас здесь остается следующее. D, G равно мю, ну, которая функция каких переменных она может быть? Ну, она может быть функция только переменных T и P. И она никоим образом не может от N зависеть. Потому что N у вас аддитивная величина. Ну, и тогда, а мы знаем, что в равновесии мю от T, P, N1 должно быть равно мю в другой части системы. T, P от N2. Независимо от того, какие N1 и N2. Это условие равновесия. Потому что химический потенциал константа, как любая другая интенсивная величина. Ну, это означает, что он от N вообще не зависит. Ну, тогда это равенство записывается в таком виде, D, N. Ну, и после этого оно легко интегрируется. Оно легко интегрируется, и мы можем утверждать, что потенциал гипса G, как функция T, P и N, есть не что иное, как химический потенциал, как функция температуры и давления, умножить на число частиц. Иными словами, химический потенциал – это есть потенциал гипса, приходящийся на одну частицу. Удельный потенциал гипса. Ну, и вот этим свойством мы можем дальше пользоваться. И мы можем отсюда определить, как меняется химический потенциал при изменении температуры и давления. Для этого просто воспользуемся вот этим условием, что химический потенциал мю, как функция T и P, есть G от T, P и N поделить на N. Ну, и посмотрим, чему равен дифференциал вот этой величины. Считая, что число частиц у нас фиксировано, поскольку он не зависит от числа частиц, то мы будем считать, что число частиц фиксировано. Для мю число частиц не входит в задачу. Ну, тогда получается, что D мю есть D, есть DG, ну, сразу расписываем, DG – это есть минус S поделить на N на DT и плюс V поделить на N на DP. А N у нас константа. То есть, смотрите, что получилось. Что изменение потенциала коэффициентами при DT и DP является удельная энтропия и удельный объем. Величины, которые мы обозначали с волной, это есть S поделенная на число частиц, это энтропия, приходящаяся на одну частицу. Удельная энтропия. Ну и удельный объем, который фактически есть обратная плотность частиц. Обратная плотность частиц. Это объем, приходящийся на одну частицу. Фактически обратная плотность. Ну вот, эти равенства нам в дальнейшем понадобятся. То есть, как меняется потенциал химический, мы этими соотношениями будем пользоваться. Так, теперь давайте рассмотрим какую-либо химическую реакцию. Ну, любая химическая реакция записывается, как вы знаете, следующим образом. Значит, давайте рассмотрим задачу о химическом равновесии. Химическое равновесие. Ну, любая химическая реакция записывается в таком виде. Ню 1а1 плюс ню 2а2 плюс ню кутое на а кутое переходит в равновесии у вас переходит там ню ку плюс 1а ку плюс 1 и так далее. Плюс там ню кутое на а кутое. Где величина ню – это то, что называется стихиометрические коэффициенты химической реакции. Ну, в качестве примера мы можем, например, рассмотреть такую реакцию, как аммиак NH3. Простейший, очень популярный пример. Он при высоких температурах у вас может идти Н2 плюс Н2. Ну, и для того, чтобы у вас эта реакция, число молекул менялось нужным образом, вы должны взять здесь 2 молекулы аммиака. Здесь у вас будет 1Н2 и будет 3Н2. Вот тогда у вас вот таким образом. Значит, при одном акте реакции у вас молекулы аммиака меняются на 2, молекула азота меняется на 1 и молекула водорода меняется на 3. 3 молекулы водорода. Вот эти коэффициенты, будем считать, что это вот они вот здесь и есть. При этом давайте считать, что вот если мы запишем вот так. Вот здесь перенесем в левую часть и поставим здесь знаки минус. Запишем это вот в таком алгебраическом виде. Будем считать, что вот эти коэффициенты конечных продуктов, они отрицательны, а начальных продуктов положительны. То есть в данном случае, скажем, вот этот коэффициент положителен, а вот эти два коэффициента минус 1 и минус 3 будут. Потому что, ну, либо наоборот, либо этот коэффициент отрицателен, а эти положительны. Все равно, как записывать. Значит, дальше нам это понадобится. Ну вот теперь, что мы имеем? У нас имеется, скажем, если у вас это, вот такая смесь всех вот этих компонентов, если она находится при постоянной температуре и в сосуде с фиксированным объемом, то тогда мы должны работать со свободной энергией. И в этом случае свободная энергия есть функция температуры, объема и N1, Np. Всех чисел частиц, поскольку это разные молекулы. Разные молекулы, в зависимости от них бывает, может быть разные. У них массы разные, все разное. Зависит от некоторых, от количества частиц. Причем, вот что мы знаем? Мы знаем, что количество частиц вот этих определяется условием равновесия. Что если у вас есть химическое равновесие, реакция прямые и обратные находится в равновесии друг с другом, число частиц в этом случае не меняется, то у вас эти числа частиц должны быть такими, чтобы свободная энергия имела минимум. Должна быть минимальна. Вот в согласии с нашей табличкой. Свободная энергия будет достигать минимума. Тогда, когда у вас вот эти значения, вот этих частиц будут равновесными. Система достигает равновесия. Ну а теперь давайте посмотрим, как меняется вот эта система за... Как меняется число частиц за один акт реакции. За один акт реакции. Ну, если у вас, прямо отсюда видно, из вот этой записи, что если у вас произошло, скажем, Dn0 актов реакции, какое-то количество актов реакции, небольшое, то тогда очевидно, что Днит будет равно нюит на Дн0. То есть как раз вот эти коэффициенты, они вам и говорят, насколько изменилось число молекул. Когда у вас произошел там один или там два акта реакции. Вот. Ну а теперь, если они, эти числа должны быть такими, чтобы свободная энергия имела минимум, то мы можем написать тогда, что ДФ полное должно быть равно нулю по отношению к этим самым числам. Но эту ДФ по отношению к этим числам, при фиксированных Т и В, когда у нас эти внешние условия зафиксированы, у нас получается следующее. Тут стоит сумма по И, ДФ по ДНИ на ДНИ. Вот такое полное изменение свободной энергии по отношению к числам частиц. Ну и дальше, подставляя сюда вот эту величину, ДНИ, мы получаем следующее. ДН0 у вас общее выносится, а здесь стоит сумма по И, НЮИТОЯ на ДФ по ДНИТОЯ, где НЮИТОЯ берется со своими алгебраическими коэффициентами. Для этой части с плюсом, для этой с минусом. Ну, либо наоборот, какую вы будете выберите положительной. Ну и поскольку у вас должно быть равновесие, то у вас должно выполняться условие, что свободная энергия у вас минимальна. Свободная энергия у вас минимальна. Ну, откуда видно, что ДФ по ДНИТОЯ, это есть соответствующие химические потенциалы каждого вещества, каждой компоненты в этой реакции. То есть ДФ по ДНИТОЯ есть МЮИТОЯ. МЮИТОЯ. Химический потенциал соответствующей компоненты. Тогда это условие равновесия выглядит так. Сумма по И НЮИТОЯ на МЮИТОЯ должно быть равно нулю. То есть вот такая сумма химических потенциалов, взятых вместе с техеометрическими коэффициентами, которые как раз вам отражают, насколько меняется число частиц в каждом акте реакции. У вас должно равновесие, условие равновесия выглядит вот таким образом. Ну и теперь давайте посмотрим, к чему приводит такое условие равновесия. Условие равновесия. Значит, мы вспоминали, что уже писали химический потенциал идеального газа, который был равен следующему. Значит, МЮ было равно минус Т, а здесь стоит логарифм, объем поделить на число частиц, а здесь стоит МТ поделить на 2П H квадрат в степени 3 вторых. Это был химический потенциал идеального газа. Ну и я бы сказал одноатомного только газа. Газа, которым молекула состоит из одного атома. Нет молекул, реально. Теперь, мы записывали это в таком виде. Мы записывали это в виде МЮ равняется минус Т логарифм, а здесь писали Z маленькое поделить на Н, где Z это была статистическая сумма для одной частицы, для одной молекулы. Ну вот, теперь, если у вас молекула одноатомная, то вот это Z есть объемом множить на МТ на 2П аж квадрат в степени 3 вторых. Ну, это фактически отношение объема к тепловой длине волны Дебройля. Отношение объема к тепловой длине волны Дебройля в кубе. В кубе. И эта величина много больше единицы была под логарифмом. Откуда мы делали вывод, что химический потенциал классического газа отрицателен и велик по сравнению с температурой. Много больше температуры. По модулю. По модулю много больше температуры. Теперь, если у вас молекулы сложные, то у них есть внутренние степени свободы. Поэтому это выражение, здесь мы должны поставить полную статсуму тогда. Есть внутренние степени свободы, и мы должны тогда это записать в таком виде, что это есть минус t логарифм v поделить на n здесь стоит mt поделить на 2p h квадрат в степени 3 вторых. Еще вот здесь я запишу вот сюда напишу g g g g это спиновый фактор. Спиновый фактор, который значит от того, что есть спин, у вас энергия от него не зависит, и его обычно записывают как раз при поступательной статсуме. Ну и кроме того, дальше мы должны сюда добавить минус t логарифм z потенциальное минус t логарифм z внутренняя где внутренняя это внутренняя степень свободы связанная с колебаниями и вращениями. Значит g вот этот спиновый фактор я перенес сюда, потому что у вас может и не быть внутренних степеней свободы в одноатомном газе, но спиновый фактор всегда присутствует. Где g это соответственно 2s плюс 1 g равно 2s плюс 1 2s 1 плюс 1 умножить на 2s 2 плюс 1 и так далее. То есть спины всех частиц, которые составляют молекулы. Где s это спины частиц составляющих молекул. Вот такая величина. Значит вот смотрите тогда что получается. Тогда получается, что общий вид химического потенциала вот эти статсуммы и потенциальное. Ну если потенциальное поле нет внешнего, в которых движется частица, тогда это единица, этого члена нет. А внутренние степени свободы они есть, и они зависят только от температуры. Статсумма вот эта внутренняя зависит только от температуры. И здесь стоит тоже функция температуры. Под логарифмом все это стоит, и мы можем тогда написать что химический потенциал а есть еще одно и еще одно но которое здесь нужно отметить. Смотрите, когда у вас молекула разрывается в результате химических реакций, то у молекулы есть энергия связи. У молекулы есть энергия связи. Поэтому в полной энергии вы должны энергию связи уже учитывать. То есть в энергии появляется член или в свободной энергии это все равно везде появляется член типа энергия связи эпсилон и т умножить на число этих самых молекул на n и т. Это означает, что если вы добавите эту энергию в е или в f во что угодно, то у вас вот здесь в химическом потенциале появится член эпсилон и т. Эпсилон и т. Да. А за вот этот факт наличия этой энергии связи он уже не учтен? Еще не учтен. Когда мы считали внутренние степени свободы, мы отсчитывали энергию от нуля одна яма колебательной. А то, что у вас там есть еще континуум, где молекула может развалиться, вот это мы не учитывали. Вот здесь, поскольку у вас действительно происходит реакция и молекулы разваливаются, здесь этот факт нужно уже учитывать. Вот здесь появляется еще энергия связи. Так. вот эту энергию связи нужно учесть. Да, таким образом смотрите, что получается. Получается так, что у вас химический потенциал в общем виде можно записать так, что мю есть минус t логарифм v поделить на n это логарифм концентрации плюс некоторая функция φ от t. Где φ от t эта сумма логарифма вот этого члена вот этого вот этого всех вот этих членов. Но зависимость от концентрации получается получается как видите универсальная. Но тогда вот это равенство вы можете переписать в таком простом виде. Что? Значит, для каждой компоненты у вас будет стоять свои. n и t объем общий. И эти функции тоже разные, потому что массы разные, энергии колебаний разные, и вращательные температуры разные характеристические, энергии вращения разные. Поэтому вот эти функции они зависят. Ну и энергии связи у каждой свои. Ну тогда получается, что вот это условие переписывается в таком виде. Смотрите, сумма минус t сумма по i ню и t логарифм v поделить на n и t плюс минус вернее t на сумма по i ню и t на φ и t от t должно быть равно нулю. ну отсюда если вы теперь нет, тут нет температуры тут температуры нет и здесь стоит знак плюс я что-то не то написал вот такое условие так ну а теперь если вы потенцируете это выражение то получится следующее что здесь у вас стоит произведение давайте я здесь напишу пониже произведение по i я напишу здесь удельный объем каждой каждой компоненты v с волной и тая в степени ню и тая поскольку под логарифмом это в степень это произведение есть е в степени так это перенесли получился у нас знак плюс значит получается е в степени сумма по i ню и тая и и тая поделить на т от т то есть произведение вот этих самых концентраций ну не концентраций а плотностей удельных удельных объемов у вас оказывается фиксировано вот этим условием вот этим условием и это функция есть только функция только температуры но она естественно видите зависит еще там вот и от масс молекул она зависит от частот колебаний и зависит от момента инерции здесь но самое главное вот эта зависимость есть потому что вот здесь везде стоят логарифмы поэтому когда вы подставите в эту экспоненту то у вас е в степени логарифм вам даст степенную зависимость от температуры все кроме вот этого члена а вот здесь у вас останется экспонента е в степени е поделить на t е в степени е в степени и т поделить на t ну и вот это условие равновесия вот эта константа k от t k от t это называется константа химического равновесия вот эта комбинация Есть константы химического равновесия. Как видите, она вычисляется для каждой реакции, если известны параметры молекул. Для всех реакций она вычисляется. Вот эта константа определяет вам равновесные концентрации частиц для любой реакции. Для любой реакции. Ну, например, в случае, если вы работаете... Так, где тут? В случае, если вы работаете, скажем, вот, например, для нашего случая с аммиаком, то у нас это выглядит так. Давайте сюда. Сюда напишу. Значит, получается следующее. Значит, для этой реакции получается, что В с волной NH3 поделить на В с волной Н2 и В с волной в кубе. Так, это в квадрате. А H2 в кубе. И есть вот эта самая константа химического равновесия. Функция тока температуры. Если у вас все это происходит, реакция происходит при постоянном объеме. Значит, вот я написал, что вот это минус, поэтому все это уходит вниз. И остается вот такая реакция. Теперь, если мы еще вспомним, что вот это все есть не что иное, как статсумы, все, что это есть не что иное, как статсумы, то это константы химического равновесия, но в статсуме там с учетом энергии связи, то это можно тоже переписать в таком виде, что это будет это будет статсума NH3 в квадрате поделить на статсуму N2 и на статсуму ZH2 в кубе. Где вот эти статсумы вычисляются, ну, кроме вот этого коэффициента, это есть произведение вот этого фактора, произведение внутренних степеней свободы, и еще есть Е в степени Е в степени Е в степени Эпсилон Итэ, потому что тут логарифма нет, поэтому здесь Е в степени Эпсилон Итэ. Ну и поэтому, видите, что вот здесь основной фактор экспоненциальный возникает такой, что Е в степени 2 Эпсилон NH2 минус Эпсилон Н2 Минус 3 эпсилон H 2 поделить на T Ну и в зависимости от того, какой знак У вас эта величина может быть большой, может быть маленькой В зависимости от того, какой знак у этой разности Это вам определяет величину вот этих удельных объемов Сколько у вас будет NH3 в равновесии Сколько у вас будет компонент отдельно азота и углерода Не углерода, а водорода Отдельно водорода Значит, вот это общая ситуация, когда у вас Можно вычислить Вычисляется равновесная концентрация химических веществ Ну, собственно, химический потенциал Поэтому так и называется химический потенциал Что имеет отношение к равновесию химических реакций Теперь, дальше смотрите Дальше Вы знаете, что вот эти реакции Они делятся на два класса Реакции, которые идут с выделением тепла И реакции, которые идут с поглощением тепла Одни называются экзотермические реакции Другие эндотермические Экзотермические реакции идут с выделением тепла А эндотермические с поглощением Ну, теперь Давайте посмотрим Как можно, зная Скажем, вот эту константу равновесия Как функцию температуры Как можно определить Будет реакция экзотермической или эндотермической Так, давайте это уже я, наверное, сотру Так Где-то у меня был мел, но уже исчез Значит, смотрите Если у вас реакция идет при постоянном объеме Постоянном объеме То никакой механической работы не совершается И тогда выделение тепла Дельта-Ку Есть просто Дельта-Е Совпадает с изменением внутренней энергии Поскольку Дельта-Ку Ну, Дельта-Е Есть Дельта-Ку Плюс Дельта-А Где-то механическая работа А Дельта-Ку тепло Поэтому, если объем фиксирован Работа не совершается механической эндотсистемой То тогда изменение тепла равно Изменению внутренней энергии Выделение тепла равно изменению внутренней энергии Ну, теперь давайте мы От Дельта-Е Перейдем К свободной энергии Мы знаем, что энергия Е Связана со свободной энергией Простым выражением Это есть Минус Т квадрат Д по ДТ От Ф Поделить на Т Свободная энергия связана Вот с энергией таким образом Ну, поэтому тогда подставляю вот сюда Мы можем написать, что это равно Минус Т квадрат Д по ДТ От Дельта-Ф Поделить на Т Где Дельта- Да, вот это надо Скобки взять Где Дельта-Ф Это изменение реакции За один акт За один акт вот этой нашей За один акт реакции Изменение за один акт реакции Ну, а тогда Что мы видим Мы видим, что вот Пользуясь тем, что было написано Мы уже писали, что такое Дельта-Ф Дельта-Ф Это есть сумма по И Ню Итая Мю Итая Ну и на Дельта Умножить на Дельта-Н0 Где Дельта-Н0 Это есть вот число актов реакции Вот это изменение В равновесии это ноль А если у вас нет равновесия То у вас, конечно, выделяется тепло Поэтому система еще не пришла в равновесие Тепло выделяется, либо поглощается Поглощается Поэтому вот изменение Свободной энергии Дается вот этой величиной Ну, а дальше Если вы подставите вот сюда Вот это выражение Для химического потенциала Вот эти выражения Для химического потенциала Сюда подставите То получится следующее Что Вот это Дельта-Ф Вот это Дельта-Ф Будет равно Значит, тут стоит Дельта-Н0 А здесь стоит сумма по И Ню Итая Ну, а тут стоит минус Т Логарифм В на Н Итая Плюс Фи Итая Плюс Фи Итая Так Ну, а теперь Смотрите У вас Эта величина Есть не что иное Как Логарифм константы равновесия Вот здесь есть Т, логарифм константы равновесия Значит, смотрите Вот эта величина Вот эта величина Она От температуры Фактически не зависит Если вы находитесь Вблизи равновесия Ну, и тогда Можно написать Что тогда Эта величина Есть Ничто иное Как Да А Ню Итая на Фи Итая Да еще деленная на Т Это есть Вот эта константа равновесия Поэтому просто Вот эта величина Есть Т На логарифм Константы равновесия К от Т Умножить На дельта На дельта Н ноль На число актов реакции Ну, тогда видно Что если вы разделите Эту величину на Т То получается Что тепловой эффект реакции Дельта Ку Есть не что иное Как минус Т квадрат Д по ДТ От логарифма Вот этой самой Константы равновесия К от Т Ну и Как обычно Значит, если вы посмотрите То основной эффект Конечно, будет идти Вот отсюда Отсюда Вот эти вот Энерговыделения Определяются Вот В основном Вот этой величиной Все остальные От температуры Зависят Слабо Логарифмически будут Остальные будут От температуры Зависят Логарифмически Вот это Дельта Ку Теперь Ну, это Общая Формула Можно поступить Проще Но я думаю Степени свободы Не возбуждены Совсем То есть Вклад их в теплоемкость Пренебрежимо Мал А вращательные Степени свободы Возбуждены Полностью И они дают Там по единичке Или по трех Три вторых В зависимости от того Какая Какая Молекула Значит В этом случае У вас теплоемкость Константа Ну и тогда Вы можете Написать Общий вид Энергии Системы В очень простой Форме Что Е Полная энергия Системы Это есть Сумма Н Итых Где-то число Компонент А здесь Написать С В Итая На Т Плюс Эпсилон Итая Вот это Вся энергия Вот это Энергия Вот это То что происходит От кинетической Энергии Молекул И Внутренних Возбуждений Это определяет Величину ЦВ А это Значит Вот Энергия Связи Ну тогда Поскольку У вас Дельта Н Итая Есть Ню Итая На Дельта Н Ноль На число Актов Реакции То тогда Вот это Дельта Ку Которая Равно Дельта Е У вас Очевидно Будет Равна Дельта Н Ноль Сумма По И Ню Итая А здесь Здесь У вас Знак Оттого Какой Будет Дельта Ку Полностью Фактически Определяется Вот этой Суммой Это Всегда Положительно За исключением Случаев Когда Н Ню И Не Всегда Положительно Поэтому Вот эта Часть Тоже Может Отличаться Вот Ну и В зависимости От Этой Суммы У вас Дельта Ку Будет Либо Больше Нуля Либо Меньше Нуля Реакция Соответственно Будет Либо Экзотермическая Либо Энтотермическая Ну и Основной Фактор Который Все Определяет Это Вот Энергия Связи Потому что Энергия Связи Молекул Ну это Типа Электрон Вольта Это Отвечает Температуре 11000 Градусов Ну а Обычно Температуры Конечно Гораздо Меньше Поэтому Вот Вклад Вот Этого Члена Обычно Меньше Чем Вот Этого Так Это Если У вас Фиксирован Объем Но Часто Химические Реакции Идут При Фиксированном Давлении Каких-то Там Газов Внешних Компонент Но При Фиксированном Давлении Проблем Тоже Нет Потому что При Фиксированном Давлении Дельта Ку Равно Дельта Аж Аж Это Энтальпия Энтальпия И Это Равно Если Снова Написать А Энтальпия Снова Аж В нашем Случае Будет Равна Сумма По И Н Итальпия А здесь Будет Стоять ЦП Итальпия На Т Плюс Эпсилон Итальпия То есть Вся Разница Будет Только В том Что При Постоянном Давлении Вместо ЦВ У вас Появляется ЦП И Тогда Дельта Здесь Будет Стоять Дельта И Ноль Сумма По И Ню Итальпия На ЦП Итальпом Компоненты На Т Плюс Эпсилон Итальпия Ну вот В таком случае У нас тепловой Эффект реакции Как видите Довольно просто Выражается Но в принципе В общем случае Если есть зависимость ЦВ От температуры То нужно Пользоваться Формулой Вот Через Константу Равновесия Так Давайте Теперь Рассмотрим Немножко подробнее Случай Тепловой Ионизации Атомов Уже не молекул А атомов Самый простой Самый простой Пример Рассмотрим Тепловая ионизация атомов. Когда вы нагреваете газ, то тогда при какой-то температуре он начинает ионизироваться. И у вас вот атом А, у вас переходит А плюс, это ион, и плюс электрон. Ну и у вас будет равновесие, часть газа будет ионизована, часть будет не ионизована. Ну и в зависимости от температуры, количество ионизованных атомов с ростом температуры будет расти. Вот спрашивается, при каких температурах наступает ионизация газа. Значит, давайте мы этот вопрос снова так вот и рассмотрим. Ну, опять же, можно сразу написать, что химический потенциал атома должен быть равен химическому потенциалу иона плюс химический потенциал электрона. А, плюс, плюс химический потенциал электрона. Это частный случай вот этой нашей химической реакции. Вот, но тут можно проще немножко, можно проще немножко написать эту систему. Значит, здесь достаточно, ну, можно вспомнить так, можно вспомнить и так. Значит, давайте рассмотрим, пусть у вас имеется Na атомов не ионизованных, Na плюс ионизованных атомов и число электронов Ne. Ну, тогда в такой системе общая статсумма будет равна, поскольку газы независимы, она будет считаться независимой для каждого газа и будет просто произведение. Это будет ZA, ZA плюс и Z электронов. То есть, можно сразу через химический потенциал, а можно с самого начала еще написать через вот эту самую энергию, через статсумму. Дальше. Опять же, у вас записывается энергия. ЕА равняется П квадрат на 2МА плюс Эпсилон А. Дальше. ЕА плюс будет равна П квадрат на 2МА плюс Эпсилон А плюс. И энергия электрона равна П квадрат на 2МЕ плюс Эпсилон электрона. Ну, вот. Значит, мы будем считать, что температуры такие, что ионизация происходит однократная. То есть, только один электрон отрывается от атома. Второй электрон остается. То есть, ион однократно ионизованный. То есть, это не слишком высокие температуры. Дальше. Ну, и теперь, каждая из них, каждая из них, Z, 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 скажем, А равняется Z маленькая А в степени НА поделить на НА факториал. Ну, и каждый из них у вас будет таким же образом расписываться. Ну, и если вы берете, ну, фактически дальше, ну, дальше это все-таки повторение того, что я говорил. Это все равно все сведется вот к этому уравнению. Вот к этому уравнению. И это уравнение можно записать так, что у вас минус T логарифм V на НА плюс, вернее, минус T логарифм G А на МТ поделить на 2П H квадрат в степени 3 вторых плюс эпсилон А плюс эпсилон А. Это есть химический потенциал. Мю А. Мю А. Ну, и точно так же получаются химические потенциалы электронов и частиц. При этом масса, вот здесь я должен написать МА, да, и мы можем считать, что у вас масса иона и масса атома совпадают. Потому как они отличаются только на массу электрона, которая пренебрежима мала по сравнению с массой атома. Ей всегда можно пренебречь, даже для атома водорода это одна двухтысячная. Поэтому одной двухтысячной мы пренебрегаем. Значит, вот эти все равны. Ну, тогда, значит, получается следующее. Если мы вот этот объем сохраним вот здесь, то вот это условие равновесия можно переписать еще в таком виде. Можно переписать в таком виде. Значит, давайте мы вот этот логарифм Н выделим. Логарифм В у нас останется. И получится следующее. Получится НА плюс, НА плюс, умножить на НЕ, поделить на НА. Значит, как всегда, вот эти с одним знаком, а этот с другим возникает. Будет равно З маленькая А плюс на ЗЕ поделить на З маленькая А. Вот это условие равновесия, которое отвечает вот этому химпотенциалу. Ну, и теперь, если мы подставим, что такое статсума с учетом вот этого логарифма, то тогда получится это уравнение перепишется в следующем виде. Это будет НА плюс, умножить на НЕ, поделить на НА, равно... Значит, тут будет следующая величина. ГА плюс на ЖЕ поделить на ЖА. Где же это спиновые факторы, поскольку все частицы здесь имеют спин, их надо учитывать. Так, дальше стоит один объем В, деленное на полное число частицы Н 0. Ну, на полное число частицы Н 0, начальное. Нет, нет, давайте я не буду писать полное число частицы Н 0. Здесь рано его писать. Пока, если я пишу здесь число частиц, то мы должны оставить объем. Так, и дальше стоит вот такая комбинация. Е в степени минус потенциал ионизации поделить на температуру. Где потенциал ионизации и есть просто разность вот этих энергий. Это будет ЭПСИЛОН А плюс ЭПСИЛОН Е минус ЭПСИЛОН А. Минус ЭПСИЛОН А. Значит, ну, мы можем считать, что у вас, поскольку электроны дальше у вас не ионизуются, то можно положить вот эту энергию. Ну, у электрона энергию связи отсчитывать от нуля надо, естественно. Поэтому вот эту величину можно положить равной нулю, и вот эту можно положить равной нулю. Тогда потенциал ионизации есть просто энергия связи электрона, который в атоме, который находился раньше в связанном состоянии в атоме. То есть потенциал ионизации, величина довольно большая. Как вы понимаете, у водорода это, там, сколько, 13 электронов вольт. 13 электронов вольт. 13 электронов вольт – это, как вы помните, 100 тысяч градусов. Или там, 111 тысяч градусов, или 116. 116 тысяч градусов, 10 электронов вольт. 13 – это еще больше. Тем не менее, газ ионизуется при гораздо более низких температурах. Спрашивается, почему? Откуда это следует? Ну, вот это мы должны… Да, и я еще тут не написал все, что осталось. Значит, смотрите, вот тут стоит ZA+, и здесь ZA. Поскольку массы у них одинаковы, то вот этот множитель, вот этот множитель, вот эта величина, вот здесь и вот здесь одинаково. Поэтому они просто сокращаются. Остаются только спиновые факторы, которые могут быть разными. ZA+, делить на ZA. И тогда здесь остается только Z от электрона, от электрона, которое есть как раз M электрона на температуру поделить на 2πH2 в степени 3 вторых. Вот есть такая вот величина. Ну, вот это уравнение теперь давайте мы будем исследовать, чтобы понять, почему ионизация происходит при гораздо более низких температурах по сравнению с потенциалом ионизации. Значит, все массы исчезли, от них остались только спины. Ну, давайте мы введем степень ионизации. α, степень ионизации, которая есть NA+, поделить на N0, где N0 – это первоначальное число атомов. Первоначальное число атомов. То есть при температуре низкой, когда нет ионизации совсем, когда α близко к нулю, этих вот, эти отсутствуют, то у вас число атомов было N0. Ну, и тогда, очевидно, эта величина равна NE поделить на N0, потому что число электронов и число ионов одинаково. У вас один электрон и один ион. Тогда величина NA, число атомов, оставшихся, не ионизованных, очевидно, будет равна 1 минус α умножить на N0. Тогда вот это уравнение, если вы подставите сюда, то тут будет α, тут будет α, это α², а в знаменателе будет единица минус α. Получается α² поделить на единицу минус α. И еще, этих будет еще N0, у вас уйдет в числитель одно, здесь останется, поэтому если вы его разделите на N0, то получится вот такое уравнение. GA плюс GE на GA, здесь стоит V поделить на N0, это будет обратная плотность. Здесь будет вот этот фактор ME на температуру на 2πH² в степени 3 вторых и на E в степени минус потенциал ионизации поделить на температуру. Вот такая величина. Уравнение получилось. Значит, GA плюс, скажем, если речь идет о водороде, то GA плюс это голый протон. у него спина одна вторая, поэтому GA плюс равно двойке. GA плюс равно двойке. 2S плюс 1. У электрона GE всегда двойка. А у атома водорода у вас GA будет равно четверке, потому что там есть электрон со спином и протон со спином. Поэтому GA будет равно 4. Со спином одна вторая. ну, как видно, эти факторы благополучно сокращаются. Это 4, это 2, это 2. Ну, и у вас, давайте я запишу вот эту величину, как вот так вот G от T некоторое на E в степени минус и поделить на T. Значит, вот такое уравнение получилось, которое нам надо исследовать. Вот. уравнение имеет такой вид. Альфа квадрат на единице минус альфа равняется G от T на E в степени минус и поделить на T. E в степени давайте посмотрим, чему равна величина G0 вот эта самая G от T функция. G от T функция. Значит, G от T у нас вот такая величина. G от T есть V поделить на N, но это обратная плотность атомов. Ну, а здесь стоит масса электрона на температуру поделить на 2P H квадрат в степени 3 вторых. Ну, для оценки давайте мы возьмем следующую оценку сделаем. Здесь напишем C квадрат и здесь тоже C квадрат. C квадрат. Для численных оценок тут еще температуру надо оставить. Для численных оценок вот эту величину H C полезно запомнить. это величина H C есть 200 МФ умножить ну, величина я напишу так 1 ферми. Величина 1 ферми это длина принятая в ядерной физике 1 ферми это есть 10 минус 13 сантиметра ну, или 10 минус 15 метра вот, поэтому эта величина удобна. Ну, а энергию давайте будем мерить в МЭВах. Ну, пусть температуру возьмем 1 электрон вольт это 11000 градусов тогда температуру давайте 1 электрон вольт если это в МЭВах то здесь надо 1 электрон вольт это 10 минус 6 МЭВа ну, это равно В поделить на Н0 здесь стоит масса электрона 0,5 МЭВа 0,5 умножить на 10 минус 6 МЭВа давайте давайте я в сантиметрах буду писать тогда здесь будет 10 минус 26 а нет минус 6 в МЭВах меряем у нас 1 электрон вольт это 10 минус 6 МЭВа у электрона пол МЭВа 500 КФ энергия а 1 электрон вольт это 1 миллион ну вот ну вот теперь смотрите ну видно что цифры так очень да еще все в степени 3 вторых ну вот если подставить вот это числа прикинуть что это такое то получается следующее то это есть что-то типа 3 умножить на 10 в 21 поделить на плотность вот на эту на эту вот плотность начальную ну даже если плотность вы возьмете но обычно когда получает плазму она разреженная обычно ну возьмите даже 10 в 15 плотность ну газ это 10 там 18-19 ну возьмем 10 в 15 в тысячу раз меньше даже 10 в 15 то тут получается величина порядка там 3 на 10 на 10 в 6 в 6 да если здесь 15 взять то тогда в 6 степени то есть вот эта величина ж и у нас оказывается ж от т много больше единицы это это при температуре 10 тысяч градусов если выше температура то она будет еще больше потому что тут вот она стоит в числителе в степени 3 вторых иными словами у нас вот здесь стоит температура очень высокая вот эта большая величина хотя вот здесь видите экспонента отрицательным показателем и она вроде давится при низких температурах но из-за того что здесь есть большой множитель то уже оказывается при температурах достаточно низких у вас температура у вас ионизация начинает происходить теперь что отсюда можно назвать температурой ионизации т и что такое вот эта температура т ионизации ну видно что это функция плавная что это функция плавная поэтому здесь надо альфа меняется между нулем и единицей ну принимают температуру ионизации такую чтобы альфа от и была равна одной вот это назовем температуру ионизации когда уже половина ионизована отомов то вот это есть заметное число атомов ионизовано тогда можно считать что газ ионизован понятно что полностью он никогда не будет ионизован потому что у вас здесь зависимости при какой-то температуре альфа отлично от единицы. При любой температуре альфа будет отлично от единицы. Ну вот тогда здесь будет стоять... Что у нас здесь будет стоять? Единица минус альфа будет 1,2. В числителе будет 1,4. Значит, получается просто 1,2. Получается, что у вас уравнение будет такое. 1,2 равно g от t и т на е в степени минус потенциал организации разделить на температуру. Тоже и т. Давайте возьмем от этого логарифм, от этой величины. От этой величины. И тогда, значит, получается следующее. Тогда получается вот что. Логарифм мы взяли. Получается минус и поделить на t и т. Плюс логарифм g от t и т равняется минус логарифм 2. Минус логарифм 2. Ну тогда отсюда мы получаем, что t и t. Уравнение на t и т такое. t и т идет сюда. Здесь ставим плюс, здесь плюс, здесь минус. t и т идет сюда, и мы видим, что t и т... Да, значит, смотрите, опять же, опять же, если у вас 10 в шестой, то логарифм натуральной этой величины будет порядка двадцатки. Типа близок к двадцати. Натуральный логарифм от трех миллионов. Ну тогда, значит, вот этот логарифм, он много больше, чем логарифм двойки-то. Поэтому вот эту величину можно просто выкинуть. Считать, что здесь, в общем, единица. И тогда наше уравнение выглядит так. t и т равняется потенциал ионизации поделить на логарифм g от t и т. Вот такое уравнение. Ну вот теперь видно отсюда, почему у вас температура ионизации может быть меньше, чем потенциал ионизации. Потому что вот здесь, видите, в знаменателе стоит большой логарифм. Большой логарифм. Ну и тогда это уравнение можно решать итерациями. В качестве первой итерации вы можете считать, что температура равна потенциалу ионизации. t0. t0 равняется i. Тогда в следующем приближении вы сюда подставляете и пишете, что t и т в первом приближении будет равно i поделить на логарифм g от i. Это следующая итерация. Ну и дальше тоже можно сделать так же. Повторять. Но уже вот это достаточно, потому что тогда, поскольку здесь стоит логарифм, функция слабая, плавная функция. Поэтому то, что здесь будет уже не i, а будет стоять i, деленное на логарифм, уже не будет сказываться сильно, потому что там появится логарифм логарифма. Логарифм логарифма – это величина уже достаточно маленькая. Не надо ее учитывать. Поэтому вот этого приближения уже достаточно для того, чтобы оценить температуру ионизации. Ну вот, смотрите, для водорода, если у вас здесь величина порядка 10 электрон вольт, это 100 тысяч градусов, и делится на логарифм величины, которая двадцатка. Поэтому 100 тысяч градусов делите на 20, получается 5000 градусов. Всего при 5000 градусах у вас уже газ, водород, будет ионизован. Ну, если вот здесь температура, я думаю, что уже плотность не слишком сильно. Это я для плотности 10 в 15-й в кубическом сантиметре. Единца на сантиметр в кубе. Вот. Ну, дальше в зависимости от плотности уже не слишком сильно влияет, потому что под логарифмом все стоит. Логарифм – функция слабая. Значит, вот, смотрите, что получилось. Получилось, значит, вот за счет вот этого фактора, что у вас очень большая вот эта величина, у вас получилось уменьшение температуры ионизации. Этот фактор же играет также в случае, когда вы рассматриваете диссоциацию молекул, тепловую диссоциацию молекул. Потому что если вы будете нагревать, то молекулы начинают колебаться и потом разрываются, в конце концов. Там ситуация очень похожая. Но только там надо уже учитывать колебательные степени свободы, которых здесь мы не рассматривали, здесь мы атомы рассматривали, здесь ничего такого нет. А атомные, энергии возбуждения атомные, они все-таки слишком велики. Вот, и поэтому там будет формула немножко сложнее, но общая тенденция будет та же самая, что у вас будет температура диссоциации, будет равна энергии диссоциации, деленная на логарифм большой величины. То есть, поэтому молекулы разваливаются при температурах заметно меньше, чем энергия диссоциации сама. Значит, вот есть такой интересный момент. Теперь я хотел напомнить вам задачу о двухуровневой системе, у которой верхний уровень сильно вырожден. Если вы помните, там, когда вы вычисляли теплоемкость, максимум теплоемкости, то температура, при которой теплоемкость имеет максимум, она была как раз, выражалась такой же самой формулой, что у вас здесь стояло расстояние между уровнями, деленное на логарифм коэффициента вырождения, на логарифм степени вырождения верхнего уровня. Вот, так я хочу сказать, что вот эта двухуровневая система, это в некотором смысле модель вот этой самой ионизации. Потому что, что такое континуум? Континуум – это, что такое ионизация? У вас электрон уходит в непрерывный спектр. Энергия его есть как минимум и. Ну, а дальше, в континууме, у него число состояний гораздо больше, чем в связанном состоянии. То есть число состояний, доступных электрону, когда он ионизовался, много больше единицы. Много больше единицы. Собственно, вот этот фактор вам и говорит, какой она есть. Да, поэтому вот ту модель двухуровневой системы как раз можно и рассматривать как некоторую модель, которая иллюстрирует, почему у вас ионизация происходит при температурах меньших, чем просто энергия отделения электрона, энергия связи электрона. То есть ситуация очень близка. Теперь еще один момент я хотел напомнить. Смотрите, вот тот факт, что вот это отношение. Смотрите, вот тут стоит объем, приходящийся на одну частицу. Вот эта величина. А вот эта величина, я хочу напомнить, это есть тепловая длина волны Дебройля в кубе. В знаменателе. Поэтому вот здесь стоит вот эта самая величина, V, удельный объем, делить на лямбда тепловое в кубе. Значит, я определяю тепловую длину волны таким образом, что единица на лямбда тепловое Дебройля, это есть как раз вот эта самая величина МТ, поделить на 2ПН2 в степени 1,2. В степени 1,2. МТ – это характерный П, П квадрат, характерный П квадрат тепловой. Ну и П поделить на H – это есть длина волны Дебройля. Множитель 2П просто для удобства, чтобы не писать лишний раз их. Вот это тепловая длина волны. И вот эта величина, она много больше единицы для любого классического газа. Для любого классического газа. Ну вот это вам и говорит, что у вас квантовых состояний вот здесь. Собственно, вот это и есть тот самый фактор, который говорит, что у вас квантовых состояний много заполнено. Много заполнено. Ну и все их энергии мало чем отличаются от потенциала ионизации, потому что они определяются температурой, которая гораздо ниже, чем потенциала ионизации. Именно поэтому можно считать, что система двухуровневая, потому что кинетические энергии у вас П квадрат на 2М электрона, они порядка температуры. Температура – это сколько там, 5000 градусов у нас получилось. 5000 градусов, но это меньше электрон вольта. А потенциал ионизации, скажем, для того же водорода – это 13 электрон вольт. 13 электрон вольт. Так что вот есть параметр такой. Действительно у вас энергии кинетические, они не уходят далеко от потенциала ионизации. Ну и поэтому их можно вот так вот изображать. Вот здесь вот есть связанное состояние. Ну а вот здесь вот такая вот узкая область энергии, в которых частицы гуляют при температуре Т. Поэтому у вас так прямо и получается двухуровневая система, у которой здесь вот энергия И. А тут они размазаны слабо. Они все практически имеют одну энергию, потому что температура много меньше, чем вот эта величина. Вот поэтому прямо, вот видите, такая вот аналогия, она очень вполне проходит. Двухуровневая модель с сильно вырожденным верхним уровнем может описывать движение частиц, ну, описывать ионизацию частиц при движении их в континууме. Так, значит, теперь, смотрите, у нас мы работали с системами переменных числа частиц, и у нас вот еще появилось... Так, ну давайте я обратно сюда... Скажем, вот если мы работали со свободной энергией, которая есть F от T, V и N, то DF мы писали как минус S DT минус P DV плюс μ DN. И у нас переменами были значит, вот температура, объем и число частиц. Но когда у нас... Видите, у нас тут появилась пара сопряженных переменных. Пара сопряженных переменных. μ и N. Значит, первое, что я хотел заметить, что... Ну, видно, что у вас... Ну, вот если говорить об энергии, DE равняется T DS минус P DV плюс μ dN, у нас было условие, что якобиан DTS по D, P, V был равен единице. Это равенство плоскостей. Плоскости TS и PV. Теперь смотрите, то у нас появилась еще одна пара переменных. μ и N. Тогда, конечно, видно, что μ играет роль давления со знаком минус, а N играет роль объема. Ну и тогда можно утверждать сразу, что у вас есть такое еще равенство. Например, DTS по Dμ N равно минус единице. равно минус единице. Ну и дальше, значит, комбинируя вот с этим, можно получать еще некоторые соотношения. Так, теперь еще один момент. Смотрите. Здесь у нас мы еще можем сделать еще одно преобразование Лежандра и перейти, например, от переменной N к переменной μ. Считаю, что число частиц у нас не фиксировано. Может, с термостатом может обмен частицами быть. А химический потенциал будет у нас термодинамической переменной. Ну, для этого мы введем тогда новый потенциал, пользуясь совершенно тем же самым способом. Запишем, что DF равно минус S DT минус P DV плюс D от μ N и минус N Dμ. Ну и перенеся вот это в эту часть влево, мы получаем, что D от F минус μ N новый потенциал, это есть D омега. Потенциал называется омега-потенциал. Омега большое. D омега это равно минус S DT минус P DV минус N Dμ. И омега-потенциал, омега-потенциал есть функция температуры, объема и химического потенциала. Химического потенциала. Химического потенциала. А теперь смотрите, опять ситуация такая же самая. У вас вот T и μ интенсивные переменные, а V единственная аддитивная переменная, и омега должна быть тоже аддитивной переменной. Ну вот тогда, глядя на вот это соотношение, написав, что, скажем, у вас T и μ константы, то мы получаем отсюда, что D омега равно минус P, как функция T и μ, умножить на DV. Ну что, мгновенно интегрируется, и мы видим, что омега-потенциал есть минус P, как функция T и μ, умножить на объем. Точно так же, как для потенциала гипса, мы получили, что это есть химический потенциал на частицу, здесь получается, что омега-потенциал, это есть просто минус PV. Но только давление нужно брать как функцию температуры и химического потенциала. А число частиц у вас определяется условием равновесия, отсюда, что число частиц, которое среднее уже теперь будет число частиц, это есть минус D омега по Dμ. Ну или, пользуясь вот этим, это есть DP по Dμ умножить на объем. DP по Dμ умножить на объем. Ну вот этот вот омега-потенциал, он определяет еще один ансамбль статистический, который носит название «Большой канонический ансамбль». Это ансамбль, в котором у вас может меняться не только обмен энергией, но и обмен частицами. Ну вот свойства этого ансамбля мы будем обсуждать уже на следующей лекции, через неделю. Продолжение следует...